Плакать чачу. Такого не должно быть. Такого не должно быть. 70 с чем-то лет в Европе был мир, а сегодня люди хотят расти детей, воспитывать внуков. Хотят мирной жизни, решать свои вопросы. Кому это надо? Мы не хотим диктатуре для расти. Путин хотел бы украину, он хотел бы украину, и украину хотел бы украину. Мы хотим украину. Мы хотим европейские ценности. Это является мобилизацией против того, что и будет Республика Молдова, и того, что еще есть романина здесь, на земле. Когда война окончилась в 45-м году, мне было уже 7 лет. Я очень хорошо помню, как шли эти танки, как мы встречались с цветами, на всех улицах кино было. Украина. Мы вместе составляем зла пациста, зла пациента и зла кумирования к виктору розп actionable. И мы снижаем, дескору, Украина. Родилась после войны, но мой отец воевал. И он всегда на 9 мая подымал бокал за тех, которые умерли, и говорили, что это не праздник, что это поминание. Были бы вы со мной на войне и видели столько смертей. Тогда не говорили и не танцевали. Уж очень много жертв было. Это получается танцевать на костях. Вот мой отец, ветеран войны, он уже умер, он был раненый, и он всегда говорил, нечего танцевать на костях. Мы очень много погибло моих друзей. Нельзя праздновать, а надо поминать. Я живу 70 лет назад в России. Молдова была республика-социалистка, поэтому мы не можем продавать, но мы не можем продавать. Да, мы не можем продавать. Мы живем в темных временах, мы провожаем темные времены, мы соусыкаем в темный момент, которые были у них. Темные моменты в том, что у нас были у ВНСов, когда мы были ли, мы пор debates с временами, что это очень бустые, но именно не в 좋은 временах. Мы продолжаем в темные временах, но и не acabou не срабатывается. Наскратно нет, потому что мы создали много за войны, и они заставили меня отмешение по всем остальными. У нас на фронте было 7 человек, их, слава Богу, все вернулись живыми, вернулись с победой. Для меня это очень дорого, потому что тот мир, который они завоевали на протяжении многих лет, позволил нам жить, растить этих маленьких детей. И мы хотим, чтобы дальше был мир, не было войны. У меня отец воевал во время войны, был ранен под Ленинградом, освобождал Ленинград. И для меня это не просто день, праздник какой-то, праздничный, для меня это особенный день. Он не любил рассказывать о войне, он всегда говорил, что там ничего хорошего не было. Я сама наполовину украинка, у меня отец украинец. И я против любой войны, какая бы она ни была. Но знаете, как говорят, опухоль гнилую нужно удалять хирургически. По-другому нельзя было, наверное. Там люди гибли 8 лет до этого. Добрый день. Добрый день. Я сегодня здесь чтобы это к победе. Это беру им увлаги. Целые из наших детей, которые вы уничtали, вынесли, выиграли, выгодили для развития. Мы с вами в пациентстве живем в пасти. Мы находимся в ситуации экземптированной и, соответствующей, мы могли прекратить общественные действия, так как они решили сделать другие страны. Но мы верим в демократия, мы верим в том, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы остаться в мире, и чтобы быть страны, которые респекта Дрептор Леомалу, респекта плурализма и опини. Вы боитесь сейчас? Я нет. Я не боюсь. У меня на Украине родственники. Они близко находятся к боевым действиям. Но я не боюсь за них. Я знаю, что мои родственники знают, за кого быть и с кем быть. Не с этими, как я их называю, бандерлогами, фашистами, особенно азовцами, которые раскручили памятник моего деда и написали СС. Я что, за них должен? За Азов? Нет. Почему Европа с 2014 года ничего не предпринимала для погашения войны в Донбассе? А сейчас, как русские их начали убить за русский народ, они сразу сбунтовались. Ну, вот, просто об этом не стоит говорить. Страдают мирные люди. Мирные люди страдают. Мало кто знает, что у нас в Молдове были здесь партизаны. Об этом даже есть песня. Смуглянка, молдаванка. Это раз. Во-вторых, пятиконечная, а не восьмиконечная звезда, исторически правильная. Это флаг Молдовы. Исторический флаг Молдовы. А это Георгий Победоносец. Ленточку нельзя святого Георгия. Но никто не запретил святого Георгия Победоносца. А Георгий Победоносец – это святой воин. При чем здесь Европа? Европа здесь ни при чем. Что она может праздновать? Только то, что ей помогли освободиться от фашизма. Я родилась 2 февраля 44-го. Отец погиб в декабре 44-го в Европе. Я один раз была на могиле у него там в Венгрии. Я наполовину украинка, наполовину молдаванка. Хорошо мы жили. Сейчас сложно. Вечная память нашим гедам. Ура! Если хочешь отметить этот день как День Победы, то никто не вправе это запретить. Третья – это тщательно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok